приветствую всех кастера давно вас не видел товарищи пигмены приветствую всех зрителей конечно же пигманов я не очень-то рад видеть в общем все что я тебе бред несу уже в общем снова продолжаем играть в майнкрафт ауден 2 даже вон конец сказать вообще о чем речь хотя я думаю вы все равно уже догадались по названию данного видео и сейчас я предполагаю что мне стоит сходить вот сюда так у меня же этот мод стоит вообще да этот мод у меня стоит ну погодите я не буду как в прошлом сезоне полное развитие прямо ну да конечно не ростан сделал такой деловой ну ладно пригодится там поставлю в общем я не буду тут полностью все что можно делать в этом эйзере скорее я лишь немножечко поиспользую его имеющиеся ресурсы сюда 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 тут не нужно фу блин а ладно С карте такой сундук, да, я сейчас сумку поставлю, там верстак тоже поставлю. Конечно. Прогрузочка. И падаем. Так, нормально. Будет тут у нас целый дерево лежать. И ведро. В первую очередь мне нужны вот такие штуки. И вот такие штуки. Но до них еще очень и очень не скоро смогу добраться. Это и Моа. Моа нормальная. Это как Атрицы бешеные. О, смотрите-ка, вот это нормальная идея. Я не помню, ходил я сюда уже или нет. Я точно помню, что я хотел сходить сюда. Перед походом к алтарю, где желтую руну можно делать. Но честно, я уже не вспомню, ходил я сюда или нет. То есть, ну... Как? Судя по тому, что у меня здесь не было, скорее всего, я сюда не ходил. Но вот, я имею в виду, возможно, я сюда пытался идти. Но... Потому что у меня есть какие-то такие смутные воспоминания, что я вроде как бывал здесь. Именно в этой... В этом сохранении. Но это единственный вариант, который возможен. Это если... У меня что-то не срасилось. Но оп, но оп. Монстры не надо. А, думаете, тебе оно не надо. Вообще, единственный вариант, при котором я мог сюда сходить, это я в итоге... Просто у меня что-то крашнулось, и в итоге пришлось бэкап устанавливать. Ну, в любом случае, не важно. Скорее всего, у меня здесь не было. У меня у вас по версии 1.2.5. О, другой МОО. Кстати говоря, вот этот песочек бы тоже поднабрать, но... Не этим инструментом. О, дерево нормально есть. И листва срывается. Шикарно. Надо будет сделать в этом мире такую же фермочку. Этих деревьев, они мне нравятся. Не подходи ко мне, курица. Пришиву. Так, верстачок. Пару пачек колочек сделаем. И вот эти лопаты, по-моему, да? Да. Хм, желудкики, здорово. И помню, песок можно в этой версии немножечко обузить. Не знаю, специально так сделано или это... Недоработочка. Дайте-ка я... Хочу весь вот этот песок собрать. Да, видите, эта штука одна выпадает. Потому что это я ее поставил. А вот песок, даже который я ставлю, все равно выпадает подверг. К примеру, в прошлом сезоне у меня точно такая ситуация была. Так вот, видите, два песка. Ставлю два. Да, видите, песок раздваивается. То есть, за счет дерева я смогу этот песок получать в каких угодно количествах. Это хорошо. Песок очень ценный. Если кто-то не очень в курсе, он позволяет очень, например, быструю... Ну, дорожку для очень быстрого перемещения сделать. То есть, если просто тоннель сделать шириной в один блок, ну, или весь, на всю ширину, покрытый вот этим вот песком, то он такую скорость выдаст. Плюс с него стекло классно делается. Тоже хороший вариант. Знаете, по-моему, не удваиваются именно сами кустики. Да. Ох, что так быстро? У меня психопат. На воле. Так, вот эти штучки я тоже обязательно соберу. Также у меня будет еще местные руды немножко добыть. Этот амбродиум. Чтобы у меня была возможность сделать траву амбродиумной... Ну, покрытую амбродиумной штукой траву. О! Мм, кстати, данжен. А, кстати, почему бы и не сдохнуть? Ни хрена себе. А вот этого не знал. Я, правда, не знал, что их можно размножать. Обалдеть. Ну, что, ребят? Не нравится мне идея идти в этот данж, и я в него не пойду. Это мой портал. О, кстати, там и амбродиум есть. И вот эта руда как-то тебя занит. Так, ну, для амбродиума я сделаю... У меня здесь фортуна очень слабая, поэтому она все равно не сработает. Опа, это что такое? Сейчас гляну. Нормально. Ну что ж, берем кирку и начинаем долупить эту штуку. А, одна выпадает? Так, сейчас две выпало. Нафиг. Тогда нафиг эти кирки. За... За... Такую долгую добычу. Этик-факелы немножко. И... Тогда каменную кирку сделаем. Которую может просто рандомно дропнуть лишним бродилом. Ой, не то. Не та кирка. Хотя эта кирка, кстати, заметно меньше даст. Может быть, стоит этой добывать. Странно, почему какие-то подлоги, какие-то поддому дают. Так, из вас можно сделать... Так, из вас можно сделать... Ммм, погоди. Как там кирпич делается? А! Дайте... Так, еще два камешка. Дайте. Хочу посмотреть, как выглядит. И то. Ммм... Кажется, я решил, из чего у меня будет мой остров. Основной. Так, в общем-то, пока что хватит. Я добыл пару пачек буквально на камешках. И там еще чуть-чуть совсем. Золотое облачко мне все-таки нужно. Но они только очень высоко. дайте-ка я пока вот это все скину сюда. Еда с собой. О! Офигеть. Яйцо Моа. Никогда я не видел его. В прошлом сезоне, когда я развивал именно Эйза, в отличие от других модов, полноценно, мне никакое яйцо Моа так и не упало. Я думал, просто еще не реализовано. Все-таки мод уже очень давно выпущен от версий, но все еще далеко не стабильно. Да вы серьезно, что ли? Может, в прошлый раз, когда я играл, просто конфликт какой-то был. и дальше. Дальше. С яйцами Моа я ничего сделать не смогу. панки. Панки. Еще одно. Серьезно, это? Дай-ка. Какая сволочь. Вот такая, да? Дайте-ка и съем что-то интересное. Ага, там еще один данжен есть. Но смысла в нем нет, потому что тут немножко изменена система вообще существования этих данженов и они заметно менее полезные. Их несколько находить бесполезно. Потому что на одного человека он будет только один. конечно, можно обмануть игру, там, зайти со второго аккаунта и как-то там вдвоем заходить и так далее. Это очень шамански. Так, какой самый ближний? Почему карта никакая не включена? Дайте мне карту. Вот, вот моя карта. Все-таки рейс-минимал у меня для более редких случаев стоит. Хоть она мне и нравится. Так, пока тупо вниз... Да, тупо вниз поднимаюсь. Гениально. Сказанул. Да, прямо и между островами. Ну, по-моему, вот этот остров поближе будет. слежу по карте, чтобы примерно я пришел на уровень этого острова. ага, вот. Here I come. Еще главное к нему в упор не подойти, а то он меня... Я даже не знаю, что он со мной сделает. Я не помню, что он делает именно этого цвета. Что ты, кстати, делаешь? а он вниз. Да? Стоп, погоди. В таком случае мне нужно пойти под остров. Да, чтобы ни один блок не срубить. И еще на один блок ниже. извращаюсь, конечно. Потому что я и без извращения всяких. Пожалуй, буду вот так взбивать. так побезопаснее. Вот эти наблака, кстати говоря, не распространяется эффект войной добычи. Поэтому бесполезно. пытаться долбить лопатами и прочим. Ой-ой-ой. Короче. Таких тоже, кстати, буду набрать. Не мешало. Что просто можно было площадку для приземления делать. который не будет подкидывать, который не будет опускать меня вниз просто. Тут просто тупо площадка для приземления. Так, это берем, это берем, это берем. Это забираем свое. и фермочка и фермочка надо будет высадить действительно. Только вот мне поселок дальше сделать, чтобы я мог куда-то блок стырить и поставить в своем мире. как же плохо без музыки. А, собственно, для чего мне нужен был блок? Потому что мне надоело кобла, которая у меня находилась вот на этом острове. нет, кто бы ее все снес? Я гениальный человек. Сначала снес, а потом только подумал, что я не нашел материал, с которым я буду ее строить. Материал замену. Ну, ничего. Красота. Час. Довольно красивый материал. Это у нас закрыто будет все. Тут будет только один проход. Дайте-ка я умножу все, что нужно. Так. Это я просто проверил, что у меня голос записывается. Гениально. В середине серии проверять, записывается ли голос. Что же я таких странных вещей творил в количестве? Ну, может быть, потому что я странный человек. Нет. Так, ладно, чего я строю вместе с вами? Давайте я это потом построю. Сейчас надо сделать то, что я хотел сделать. так, а именно здесь вот я сделал небольшую комнатку. Пока еще не сделал, на самом деле. Как видно. Здесь у меня что-то будет. По-моему, я здесь хотел коров выращивать. Что-то типа того тут было. так, 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 ой, нет, стоп, серьезно? Ой, нет, не сюда. то есть я вот так сделаю. Хм, то есть я могу даже сделать вот так. А, нет, смотрите-ка. Интересно. А если наоборот, я и блок земли, и я сверху. Да, смотрите-ка, на карпентерах работает этот эффект. Удивительно. Тут должен был быть вот этот. интересный вариант строительства. Так, дай-ка сюда подставь меню. Стоп, а что и так? так вот здесь будет очень такой лифтик. И здесь будет факел пока что висеть для освещения. и и можно там сделать висеть. Все хорошо. И спускайся мгновенно. Так, только вот это тогда должен переехать на соседний блок. Пока что мы здесь куда-то Стоп, откуда мы вообще? Откуда у меня лишние карпентеры? И я серьезно сделал так, есть лифт вверх, есть лифт вниз, есть куча водоподобных куриц. А, стоп, она так кричит, потому что ей больно, она там обо что-то бьется. Башкой и не очень. Трава у меня на острове есть, вот собственно здесь она никуда не денется под этими пластинами, поэтому если мне так и не достанется силк-тач или мне будет просто линию ждать, я вполне смогу сделать себе что нужно вот на этой траве. Так что эта трава тоже прекрасна, как видите, можно покрыть ее мбродиумом. Так, дайте-ка, 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 дайте-ка вот этого. Я уже, честно сказать, не очень помню, что конкретно повышает наличие мбродиума для роста. То ли скорость, то ли количество того, что растет. Но что-то точно повышается. с другой стороны, зачем мне вообще все вот это эйзеровское выращивание у меня вот фирма. Есть помидоров полуразрушенные. Стоп. Серьезно? Кошмар. нет. Я же подумал, молодой, может, мне сундуки очистились. Так, вполне нормально. пять. Пять. Ага. Не знаю. Ладно, сделаю. Эти штуки будут мешать мобам спауниться. Ни хрена себе. Еще где-нибудь они такие маленькие. Кошмар. Ничего что-то ставим. Чтобы точно уже никто не спалился. Это вверх. Это вниз. Да, вот здесь у меня будут жить коровки. Потому что не знаю зачем. К тому времени, когда я это сделал, мне уже явно не нужны будут. Но они будут зачем-то. Да, все. Лифты работают. Так, из этой земли я ничего сделать не могу интересного. можно сделать парашют, который будет вверх поднимать. эти ка я солью опыта. Опыта у меня мало. Я бы хотел сказать, что у меня его более чем дофига, но нет. У меня его крайне мало. камень тихонечко обрабатывается. Здесь у меня корова. Единственное, по-моему, нет, лучше две коровы есть. Почему бы коровам вот это земление сделать? Нормально смотрятся, хорошие. хорошее земля. Действительно. Но именно Карпентера я выберу, потому что чтобы мобы не исполнились. Да, уже слышно тех, про кого я говорю. А нет. так, давайте я это за кадром сделаю. Не думаю, что это имеет смысл оставлять на бонусную серию. И так уже было полно очень много бонусных серий, где я просто копался и ставил всякие одинаковые блоки, поэтому сейчас не думаю, что актуально будет еще одно делать. тем более до сих пор не сделал, не залил никуда и не обработал даже серию по постройке фирмы хантропа. На котором у меня прям во время записи просто закончилось место на диске. Такая длинная серия. Прошлая, по-моему, как раз. Но, в любом случае, вы ее уже могли увидеть к тому моменту, когда вот это будет залит. Поэтому не страшно, я думаю. в общем, увидимся через секундочку. Или через пару секундочек, кто бы меня знает. И вот так вот пока что оно все выглядит. Я не знаю, как нормально сделать освещение, чтобы было посветлее, а то как-то очень темно здесь. Ну, мы можем с вами высадить первых коров сюда. Корова 1, корова 2. И третью корову тоже потом заберу, естественно. Стоп. Собрался я коровник делать. Надо же огородить место, чтобы коровы не пришли сюда. как из этих штук забора делаются. Ага. И дать, угадай, вот так вот калиточка, верно? прекрасно, даже угадал. И заодно в факелах. Не лагай. Хоть, конечно, тут я сам ее залагивать начал, но все равно. так, пожалуй, где-то можно, ну, пожалуй, так бы можно обрезать этот зал. Ох, серьезно. Серьезно? Ну, не хватает всего несколько штучек. Может быть, и хватит. Да, хватит. прекрасно. Прекрасно. Ну, пускай здесь стоит. Ну что, корова, добро пожаловать в ваш новый дом. пока чисто вот так понатыкаю. Хоть тут спауниться никто не будет, но чисто для того, чтобы светло было. Не очень красиво. Потом я подумаю, как сделать более красивую разметку, разметку, подсветку. Может быть, лютерочки какие-нибудь типа повешу. Может, еще что-нибудь. Не знаю. Чукарова. Давайте пойдем за третий. Это мне вот сюда. И поставим, чтобы никто не исполнился. Сейчас я доставлю эту корову. Даже через забор возить не надо. промазал кнопкой. Ладно, корову на факел посадил. В общем-то, на это я благодарю вас за внимание. Оставляйте свои комментарии. И продолжим уже в следующих сериях. Не знаю, когда они будут, но когда-нибудь будут. До новых встреч. Всем пока.